Улица Валентина Ступиной, где произошло нападение на президента Федерации бокса Тольятти Сергея Бибикова, невелика. Здесь частные дома и довольно дорогие особняки. Днём тут практически никого, потому местные жители утверждают, что ничего не знают о нападении на соседа, которое случилось в первом часу дня. По данным полиции, спортсмена ударили тяжёлым предметом по голове, когда он подходил к своей машине. Поступило сообщение о том, что у одного из домов центрального района Тольятти происходит драк. На место происшествия выехал наряд полиции. Пострадавший, мужчина 1958 года рождения, доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. По данному факту проводится проверка. Пост президента городской Федерации бокса Бибиков занимает больше 10 лет. Должность подразумевает привлечение денег для развития этого вида спорта. В Тольятти регулярно проходят крупные турниры, посвящённые памяти Герасимова и Семизорова. Несколько лет их победители получали в награду автомобили. Это говорит о том, что деньги у Федерации были. Кроме того, 54-летний Бибиков работал заместителем директора одной из фирм. Мне звонит сейчас Федерация областной, там главный бухгалтер сейчас нашей школы звонит. С Чапаевской уже знают, оказывается, звонят. Спрашивают, я без понятий. Чисто даже с чем это связано, значит. Если, как вы говорите, я не знаю, какой коммерческой деятельности, но может быть связано с коммерческой деятельностью, будем так говорить. А чисто если с боксёрской, то я думаю, никаких нареканий-то не может быть. Сейчас Бибиков находится в реанимации нейрохирургического отделения Тольяттинской городской больницы номер 2. Его уже прооперировали. Врачи информацию о его состоянии пока не разглашают, ссылаясь на врачебную тайну.